Пока в виртуальном пространстве обжигающие жаркие страсти разгорались по поводу петиции общественников, ратующих за то, чтобы матери-одиночки могли по закону дать своему чаду при рождении вместо отчества свое имя, в Екатеринбурге уже 8 годков живет и, можно сказать, особо в ус не дует первый на горноуральщине человек, в паспорте которого в графе отчества пропечатаны имена его матушки и отца. Сегодня в интервью порталу Е1 Сергей Вера Викторович Мухлынин, преподаватель ОБЖ и охраны труда в Железнодорожном колледже, чистосердечно признался, что его еще со школьной скамьи огорчало и возмущало то обстоятельство, что людей почему-то по отцу величают, а по матушке ругают и, можно даже сказать, матерят. В начале нулевых тогда еще просто Викторович уговорил супругу Ларису, женщина в то время была в интересном положении, при рождении дать их дочери двойное отчество. Жена согласилась, но чиновники прозрачно намекнули мужику, что он своими отеческими выкрутасами жизнь дочери испортит. Сергей смирился, а шесть лет спустя, когда ему стукнуло сорок пять и в его жизни случился обычный кризис среднего возраста, он решил сдержать слово данной матери, когда та была еще жива. Как признается Сергей, матушка, услышав о желании сына дополнить отчество ее именем, улыбнулась и сказала, если сможешь, меняй. В 2012 Мухлынину пришлось немало бумаг изписать и инстанции сходить, чтобы Вера Викторовичем стать. Дольше всего пришлось повозиться с военным билетом. Сергей в Афгане служил и имеет льготы, как ветеран. В моем военнике ручкой дописали имя матери в отчестве, признается Мухлынин, и добавляет, что его история снова всплыла из-за петиции с мачеством. Дескать, это делают женщины, которые из-за своих разбитых семейных надежд не хотят, чтобы дети с отцами контактировали. Лично он не за это. Он Сергей Вера Викторович Мухлынин за равноправие и за то, чтобы оба родителя присутствовали в графе отчества. В этом смысле пока у него последователей нет. И менять законы он не хочет. Дескать, Конституция и без того уравняла мужчин и женщин. Но почему-то семейный кодекс в отчество уперся. Эту строчку надо поменять. А кого родители в графу запишут, отца или мать, их дело. По просьбе журналистов Сергей Вера Викторович попытался составить двойные величательные имена для известных россиян. И получилось вот что. Собчак могла бы по паспорту быть Ксении Людмилой Анатольевной, а министр обороны Шойгу Сергеем Александром Кужугетовичем. А ну конечно, с одной стороны, петиция за матьчество вроде бы выглядит сущим бредом. И очередной попыткой взбалмошных феминисток устроить подкоп под веками устоявшиеся российские патриархальные традиции. Ведь в большинстве так называемых высокоразвитых загнивающих стран никакого отчества и в помине нет. И солидных мужиков до старости словно безусых юнцов называют Биллами и Джеймсами. Но с другой стороны, наши эксперты, конечно, не боже мой, ни на что не намекают, и эту петицию ни в жизни не подписали бы. Но если задуматься, в нашей стране миллионы женщин в одиночку растят своих кровинушек, а их, с позволения сказать папаши, не то что не участвуют в воспитании детей, даже алименты платить не хотят, или хитрыми уловками пытаются минимизировать их сумму. Тем не менее, дети должны тащить за собой, когда подрастут, прописанные в графе отчества их имена, как ненужный чемодан без ручки. Справедливо ли это? Вряд ли. А пока это в порядке вещей. А те, кто пытаются выйти за рамки привычно обыденного, окажутся в положении белых ворон. А нам это надо? А им это впору? Вопросов пока больше, чем ответов. Продолжение следует...